вопросы обсудить с другой стороны первый раз у меня такой опыт может быть первый день окажется комом заранее приношу свои извинения если что-то пойдет не так постараюсь тем не менее сделать все от себя зависящее чтобы была польза от сегодняшней встречи но начать я хотел бы все таки с такого лекционного формата вступления потому что мне кажется надо сказать несколько какое-то время посвятить теме того что собой представляет тибетская литература именно в том аспекте и о котором сегодня мы будем говорить на самом деле я так стремулировал в ритуальной литературы может быть надо было сказать немножко иначе тибетской религиозной литературы я так по факту как выходит не всегда речь пойдет у ритуальной литературы что ритуальная литература эти тексты которые используются непосредственно в ритуалах далеко не все тексты которыми я занимаюсь и занимался тибетская классическая литература как все мы знаем формировалась на основе экономических образцов переведенных как правило санскрита хотя некоторые другие языки тоже использовались переводческая деятельность тибетских концов работавших сотрудничестве с индийскими учеными пандитами делится на два этапа в соответствии с периодами распространения буддизма в тибете раннем и последующим можно так по разному чьи чидар да можно по-разному на дар чидар я вторую ну да га как бы ранее это понятно а как чидар я в данном случае перевел последующим подразделом служит вторая половина девятого и десятого веков так называемый темный период когда вот согласно традиционной тибетской стереографии вследствие гонений со стороны царя ландарны буддизм в тибете стоял на грани уничтожения здесь надо сказать что есть большие сомнения уже довольно долго но они высказываются в научной литературе что эти гонения относились буддизм как таковому как религия вполне вероятно имела место попытка не искренения буддизма попытка светских феодалов урезать права и религии монастырей и сложно объяснить иначе тот факт что в 11 веке когда началось это последующее распространение буддизма оно имело такой лавинообразный скажем так характер то есть то вот этих гонений кислотых ландармы все таки буддизм был присущ только элите он не был распространен широко среди людей простых тибетцев а в одиннадцатом веке приход монастырей вновь в тибет он встречает общество готовое уже к этому то есть если если бы речь шла об искоренении буддизма это было бы скорее всего невозможно то есть вероятно всего просто действительно институциональный буддизм буддизм монастырский действительно был уничтожен в тибете да но само по себе общество оно в течение этих полутора веков готовилась к тому чтобы буддизм институционально верно триумфально вернулся в одиннадцатом веке но по крайней мере вот мне кажется концепция которая сейчас отстаивается рядом ученых она кажется мне вполне такой логичный вот так слово в целом процессы происходившие в тибете принятие буддизма как мне кажется они аналогичны тем что протекали и вот в древней руси при принятии христианство из византии из византии то есть в обоих случаях имело место расхождение сверху чужеродной религии с развитой идеологии и культурной почвы преподавали языческие верования внедрение новой религии сокровождалось созданием письменности и зарождение литературы на базе к народа просветителя вот на случай с древней руси сюда одним из главных компонентов переносимой литературной традиции были гимны в случае с христианством салты также греческие коммуны и акафисты и с то же самое в общем произошло и в тибете тоже среди жанров литературных не только скажем так религиозных но с ярко выраженным именно литературным таким аспектом были именно гимны в дальнейшем формирование системы литературных жанров происходило многом под воздействием образцов переводной литературы туземные авторы местные авторы старались копировать экономические тексты избегая привносить свои сочинения что-либо новое и нетрадиционное таким образом если вспомнить сочинение вот только отдельные тексты на целую культуру осмысляли себя как ориентированное на канон это с равной степени справедливо и применительно к русской и тибетской ситуации безусловно было бы неправильно говорить о том что тибетцы целиком заимствовали систему жанров у индийцев во первых о тибете и индии можно сказать тоже что обрели руси и византии которые стояли на разных стадиях общественного развития по словам академика лихачева и поэтому некоторые жанры даже если они были представлены в переводах в тибете практически не прижились и вы получили развитие лишь позднее время например драма то что жанр драм драма получишь широкое развитие и были шедевры созданы на санскрите в индии в тибете только в позднее время но этот жанр начал развиваться во вторых преимущественный интерес со стороны тибетцев буддизма оставлял за скобками ортодоксальную индийскую традицию с ее более богатой именно художественной литературой в-третьих целый ряд жанров появились в тибете уже самостоятельно например такие как история религии чужина записи достигнутого тупик сангик и так далее также как в древней руси появление жанров тибетской литературы во многом было обусловлено практическим применением жанры часто создавались для использования в четко определенное время при определенных обстоятельствах и так далее древнерусские жанры вот опять же обратиться к работе академика лихачева древнерусские жанры были хорошо организованы в том отношении что они обычно декларативно обозначались в самих названиях произведений это можно сказать и тибетской литературе и об индийской где сами названия сочинений позволяют создавать более или менее достоверные классификации жанров но вот если мы сравниваем ну любые сравнения конечно прохромают но тем не менее типологически они в данном случае мне кажется вполне оправданным сравнением вот между тибетской древнерусской литературой имеется существенное различие которое заключается в отношении поэзии в россии это понятие поэзия как отдельно форма организации словесности книжной появляется лишь в семнадцатом веке термин вирши и только уже в восемнадцатом веке приобретают такое достаточно серьезное развитие уже в девятнадцатом веке мы имеем расцвет поэзии на русском языке вот в тибете представление о стихах как об особой организации литературной речи было заимствовано вместе с буддизмом то есть сразу же практически вот когда появляется письменность тибетская ну и по крайней мере не прошло много времени первое знакомство системы индийской поэтики произошло у тибетцев еще в начале девятого века однако потребовалось несколько веков чтобы тибетские авторы просто воспринимали заимствованные идеи но и начали активно их использовать на практике хотя дунхванские тексты показывают что тибетцы писали свои сочинения опираясь на образцы канонические уже в девятом и десятом веках но все же, наверное, следует констатировать что уже окончательно вот эта практика написания оригинальных тибетских текстов развивается в полной мере с 12-13 веков и решающую роль в этом сыграл знаменитый Исааке Пандико в частности перевезшие фрагменты фрактата Дандина «Зеркало кавни» который стал впоследствии основой тибетской и надо отметить также и монгольской поэтики поскольку монголы впоследствии заимствовали это учение о поэтике из Тибета появился термин на тибетском языке «ниэнгак» что буквально можно привести изящную поверхность это аналог санскритского термина «кавья» «кавья» — это литературный стиль развившийся в Индии где-то на рубеже тысячелетий на рубеже нашей эры и приведший к появлению в Индии большого количества очень высокохудожественных произведений тибетский стиль «ниэнгак» тибетская поэзия «ниэнгак» книжная поэзия является аналогом санскритской «кавьи» но она рассматривается исследователями наряду с еще двумя направлениями тибетской поэзии куда входят также светские, как правило, народные песни «лу» а также духовные песни, духовные «ниэнгур» или «ниэнгур» вот я в своих работах, помимо «ниэнгак», которым, конечно, занимался больше всего немного сталкивался с песнями, которые можно назвать «лу» но не народными песнями, а песнями «Шестового лама» вот у меня был такой опыт, я изучал творчество этого самого, наверное, известного поэта тибета чьи песни могут рассматриваться и как лирика и в то же время некоторые тибетцы их рассматривают как религиозную поэзию, такую своеобразную но тут разные, возможно, трактовки духовные песни «гур» — это самый известный, потому что представитель, автор такого рода текстов, миларепа я конкретно такими текстами не занимался никогда, поэтому я сегодня о них говорить не буду ну, отмечу только, что этот жанр, безусловно, сопоставим с жанром индийской поэзии, который на санскрите называется «доа» «доха доа» вот в каноне тибетско-буддийском содержится достаточно большое количество текстов такого типа ну, они все приписываются их авторство знаменитым махаситхам, таким как «Сараха», «Наропа», «Уинпада» и прочее уже из определения жанр поэзии «Нингак» как книжной поэзии видно ее в отличие от других видов поэтического творчества и авторами и читателями ее в Тибете были исключительно лица, получившие систематическое монастырское образование знавшее каноническую литературу, знакомое с определенной поэтической техникой точно так же индийская кави была достоянием только образованного слоя общества в Индии однако в Индии этот слой не ограничивался религиозной элитой в отличие от Тибета, где с течением веков монашеская элита практически вытеснила светскую и в результате тибетская изящная словесная семянгаг замкнулась на достаточно высоком круге религиозных тем неудивительно, что подавляющая масса поэтических произведений создавалась скорее для практического использования религиозного использования, нежели для получения индивидуального эстетического удовольствия то, что стало свойством европейской поэзии хотя мы не можем абсолютно исключать этот аспект безусловно, и мы имеем достаточно большое количество произведений на тибетском языке в которых художественный аспект играет очень большую роль и много достаточно текстов, в которых присущи разного рода изыски поэтические используемые, например, палиндромов, когда стих может читаться слева направо, справа налево и разные другие игры со словом одним из основных жанров литературы негаг были, разумеется, гимны и я больше, конечно, могу говорить о гимнах, потому что я занимался непосредственно этим жанром моя диссертация была посвящена гимнам, и я выпустил действительно Дмитрий Валерьевич упоминал небольшую книжечку переводов гимнов Таря поэтому я больше могу об этом жанре именно рассказывать но и он не зря, в принципе, вызвал мой интерес именно потому что, мне кажется, гимны, гимнография буддийская этот жанр является наиболее ярким с литературной точки зрения, если сравнивать его с другими текстами и он наиболее многочисленный, то есть есть молитва, безусловно но, во-первых, как я уже сказал, далеко не всегда молитвы и гимны можно различать во-вторых, среди канонических текстов гимнов намного больше и они, как мне кажется, повлияли на развитие тибетских представлений о художественности Гимны по-тибетски как? Гимны как по-тибетски? Турпа, да, ну, Мактал по-монгольски, да, по-тибетски Турпа Этим термином переводится... Дело в том, что у нас на санскрите есть несколько терминов Стотра, Стау, Стути они все происходят от одного корня Сту прославлять, восхвалять но все эти три синонима они переводятся одним тибетским словом Турпа изредка встречаются еще словом ГАКПА ПАО САНГА ТАНГА КАСАНГА ХАО ГАКПА Самое слово тибетское ДОТПА похоже на ШТОТРА СТОТПА ну да, но это случайное совпадение наверное, мне так кажется, что это случайное совпадение даже самое беглое сравнение тибетских текстов с санскритскими оригинами, некоторое количество которых сохранилось, дошло до нашей дни показывает, что лексический состав в них очень часто, по крайней мере, практически идентичен подавляющее большинство значимых санскритских слов за редкими исключениями а также некоторые лимфатические частицы находят свои тибетские соответствия более того, тибетские переводчики стремились передать поэтический размер оригинала сохранить порядок слов, не говоря уже порядка стихов в страфе даже это иногда, это обстоятельство иногда стимулирует исследователей владеющих хорошо санскритами, тибетским пытаться восстановить на базе тибетского текста санскритский оригинал но на самом деле эти попытки, они показывают что все же на самом деле нельзя так делать потому что примеры таких попыток когда потом обнаруживались санскритские тексты показывают что все же без оригинального санскритского текста полностью, только на базе тибетского перевода восстановить санскритский текст нельзя хотя действительно по крайней мере какие-то фрагменты может быть и можно действительно очень близки тибетские переводы и порой за счет это достигается за счет потери синтексиса тибетского вот например как в данном случае речь идет как в качестве примера я предлагаю рассмотреть первую страфу гимна я написал тут гимн 21 таря это не очень корректно на самом деле потому что гимн называется гимн таря 21 хвале 21 строфа в которой каждая из которых в последующей традиции стала рассматриваться как отдельный гимн той или иной форме тары хотя вероятно изначально это был просто гимн таря в целом но уже но уже в Индии гимн стал рассматриваться именно как гимн 21 тары и появилась иконография да каждая там тара каждая форма тары которая которой посвящается та или иная астрофа она приобрела некие свои иконографические черты ну и там несколько традиций есть которые отличаются друг от друга ну вот первая страха да давайте вместе прочитаем что здесь написано на санскрите намас тары туры виры шанайр дьюти нипхэкшаны прайлокья надхавах трапджи викасавки шарон бхавы это размер такой самый распространенный размер индийской поэзии восьмисложник с особым способом распределения долгих и кратких слогов вот на тибетский язык в данном случае этот восьмисложник также переведен восьмисложник я чуть позже скажу почему я об этом говорю сейчас отдельно потому что восьмисложник в большинстве случаев на тибетский язык переводится семисложник ну и также сразу скажем что тибетская поэзия она изосилабична то есть каждый стих каждая строчка строчка не очень корректный термин потому что как мы все знаем тибетский текст пишется в одну строку поэтому то что нам привычно исходя из наших литературных традиций российской когда мы разбиваем ну и вообще европейский когда мы разбиваем стихи по строкам и поэтому пользуемся словом строка да в тибетском и санскритском в отношении тибетской и санскритской поэзии это не очень справедливо лучше использовать термин стих стих как одна одна строчка да четверо стиши четыре стиха вот хотя опять же надо иметь ввиду что санскритская поэзия санскритской санскритских рукописях текстах четверо стиша то что назовем четверо стиша оно подается как двустиша то есть видите здесь санскритский текст записаны две строки но каждая строка она разбивается на две части по восемь слогов всего шестнадцать слогов и один одно одно восьми стиши называется пада в смысле один один стих восьми слогов называется пада четыре пады шлока тибетцы стали разбивать вот занимаясь переводом санскритских текстов они стали все таки выделять внутри двустиши блоки разделяют двойными щ хотя вот я упоминал стихи песни то есть шестого долая ламы надо отметить что в ксилографе и в некоторых рукописях которые у нас дошли где песни шестого долая ламы зафиксированы там использована такая же система то есть там щ ставится после второго второго второй пады второго стиха шат у нас это известно как шат 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 двойной шат ставится не после каждой не после каждой строчки да а после первых двух но как правило все таки вот в тибетской поэзии это выглядит именно так как здесь я осмелился прочитать санскритские стихи самостоятельно но вот тибетской я предлагаю послушать исполнению кармака сейчас в начале будет общее выражение почтения а дальше шрам а сейчас начнется первое слово до всего в в за это время у нас на хурале весь день прочитывается. Я поставил вам оригинальное исполнение тибетцам этой стропы, чтобы вы, надеюсь, услышали, может быть, выделили, что, во-первых, это не читается, строго говоря, как стихи, это поется. Но вообще это свойственно было и индийской поэзии тоже. Как правило, тексты не декламировались, а напевались, скажем так. Тибетцы, в принципе, тоже им свойственна такая форма исполнения поэтических текстов. Прежде чем я скажу, пожалуй, еще о манере того, как они поют, давайте разберем, посмотрим, как переведено с санскрита на тибетский язык. В данном случае здесь практически просто калька полная. Намас чакцет. Таре джоума. Туре нюрма. Вире помо. Дальше. Немножко переставлено по тибетскими местами, поскольку тогда, если бы дублировать полностью, тогда бы совсем было бы непонятно. Но тем не менее, все равно все лексические компоненты сохранены. Вот второй стих. Чеки не кэчи блок нам дам. Дакшанэр дьюти нибхэкшанэ. Кшанэр мгновенно кэчи. Дьюти молния. Лок. Нибха. Нибхэкшанэ это соединение нибха плюс икшанэ. Нибха подобно. Икшанэ. Очи, глаза. Все вместе сложное слово. Икшанэр дьюти нибхэкшанэ. В дате на падеже. Обладающая. Этого слова нету, но оно подразумевается. Обладающая я глазами подобными. Молнией, которая мгновенно вспыхивает. Такой смысл. Это сложное санскритское слово, которое относится к типу багуврия. То есть обладающий чем-либо. Слово обладающий подразумевается. Что у нас по-тибетски? То же самое, в принципе. Чен мгэчи блок там дамма. Дама. Ма в конце это показатель женского рода. Джама. То есть так, кто подобно. Смотрим сначала глазами. Молнией. Такой вот мгновенно возникающий. Но мы видим, что слово чакцел, намаз, аналог намаз, вынесено в самое начало, в начало стропы. Это, конечно, совершенно не соответствует, в принципе, грамматике тибетской. Потому что чакцел должен стоять в конце. Но здесь оно вынесено вперед. И каждая строфа именно, она начинается тоже с намаз. И каждая строфа от тибетского перевода начинается с чакцел. То есть если бы мы должны были перевести... Ну, в русском языке нам ничего не стоит сделать то же самое. Мы можем сказать, поклон, кланяюсь хоть в начале, хоть в конце, хоть даже в середине. Но главное, чтобы там синтекс как-то был соблюден, чтобы было понятно, к чему поклон относится. В тибетском языке это, вообще-то говоря, неправильно. Но вот в данном случае они так сделали и, по всей вероятности, какие-то заманились с этим необычным синтексисом совладают. То есть их понимание текста от этого не ухлечается. Может быть потому, что просто это такой древний перевод, который закрепился, и он обрел некую священную такую вот... Ореол, да. И здесь им нужно... То есть мне сложно сказать, как тибетец, который, например, современный тибетец, если он прочитает... Хотя, в принципе, стиль классической поэзии современный тибетц непонятен. То есть им нужно изучать этот язык примерно так же, как нам. Ну, я, конечно, утрирую, но он тоже требуется изучение этого языка. Может быть, это примерно как русский, старославянский, да? Ну, думаю, да, похоже, да. Ну, может быть, не настолько, потому что церковнославянский это, в принципе, другой язык. Это не русский язык, это вообще отдельный язык. Здесь все-таки тибетский язык, но более старый. Ну, может быть, как, если нам читать тексты русские, ну, там, 17-го века запущено, или 18-го. То есть нужно... Не каждый русский, короче говоря, русскоязычный, не каждый русскоязычный человек современный спокойно прочитает то, что написано в 18-ом веке. Вот здесь то же самое. А церковнославянский это греческий? Это отдельный язык. Нет, это славянский язык, но он отдельный язык. Он... Я не специалист, конечно, в этом, поэтому сейчас не буду, наверное, там, как говорить о датировках, когда он появился. Но это другой язык просто, в принципе. Это как русский, ну, грубо говоря, как русский, украинский, русский, болгарский. Вот. Это, в принципе, требует отдельного изучения. Ну, вернемся еще к этой страфе. Значит, в третье... Третий стих тибетский джиктэн, или джиктэн сумбрун чукэшабы джиктэн сумбрун чукэшабы джиктэн сумбрун чукэшабы. Что у нас на санскрите? Опять же, у нас, на самом деле, все второе густишее на санскрите, которое соответствует третьему, четвертому стихам тибетской страфы, это одно длинное, сложное слово. Единый блок. Трайлокья, Натха, Вактрабджа, Викасадки, Шарок, Бхаво. Трайлокья — три мира, Натха — защитник. Это мы находим прямые эквиваленты в тибетском джиктэн. Это джиктэн сумбрун, то есть трайлокья — тройной мир. Натха — гун. Чукэ. Чукэшэлди, то есть тут, наверное, нужно говорить. Вактрабджа, Вактрабджа. Вактрэ — это шел, то есть лик. Чукэ, Абджа — рожденный в воде, то есть лотос. И дальше здесь, если с нами остановиться не можем, потому что это единое такое длинное слово, сложное. Викасадки, Кешарокхавы. Викасадки в тибетском — это чевар. В четвертом стихе, да? Кешара, Кешарокхавы — это опять же соединение двух слов. Кешара, Утбхавы. Утбхавы. Кешара — это кесад, очень похоже по звучанию тибетского слова. А Утбхавы — возникший, то есть джума, в данном случае женского рода. Опять же здесь на это указывают показатель женского рода ма в конце. В санскритском сложном слове нет падежных окончаний. Тибетцы иногда тоже могли передавать сложные слова, убирая все частицы падежные, но в данном случае они все-таки их проставили. То есть, вот видите, соединяется чу-ке-ща-л-ги, кешар — частицы родительного падежа, генитива, а также аблатив, то есть исходный падеж. То есть кесар чева ле откуда? Ле — из чего-то. Чума — возникшая. Возникшая из такого распустившегося, из широкого векаса кешара. Соцветия лица опроса защитника трех миров. Защитник трех миров — это в данном случае Аволакитешара, да? Связь Тары и Аволакитешара, она известна. Считается, что Тара возникла из... Ну, то есть она порождена была Аволакитешара. Вот здесь на эту связь в данной строфе идет отсылка. Но в поэтической такой образной форме. То есть она возникла из лика, лотоса лика, лотос лика. Здесь чу-ке-щел. Тут одна из основных... Использована одно из основных украшений индийской поэтики. Не просто слезу может чужой, чу-кей. Не, чу-кей — это лотос. Это не слезы. Чу-кей — рожденный в воде. Это образное, опять же, поэтическое выражение, которое обозначается лотосом. Но, в принципе, можно и так, как вы предлагаете это. Оно имеется в виду, но буквально сказано не так, а сказано именно, как я сказал, что она появляется из широкого соцветия лица лотоса — лицо лотос, как бы через дефис. То есть лицо, которое уподобляется лотосу. Два наиболее распространенных украшения индийской поэтики, которые были заимствованы тибетцами — это уподобление и сравнение. Это, понятно, лицо, как лотос. Лицо красивое, лицо чистое и так далее, как лотос. Это сравнение. Уподобление, когда слово «как», когда именно то слово, которое указывает на сравнение, убирается, и лицо напрямую предстает в виде лотоса, например, или луны. Вот про красавиц, да, очень часто говорят. Луна-ликий, луна-ликий. Да, да, да. Это уподобление. В данном случае мы имеем дело именно с уподоблением, без слов, которые бы обозначали сравнение. Ну, вот здесь мы видим, что тибетские переводчики действительно чрезвычайно точно перевели санскритское выражение, и даже очень близко собрели синтаксис, да, только с небольшими перестановками относительно оригинального текста индийского. При этом передана образная составляющая, да. Ну, в данном случае это, может быть, было и не так сложно, поскольку в данном случае уподобление яйца лотосу, оно достаточно легко переводимое и на тибетский, и на русский язык. А как бы по всем правилам звучала вот первая строка? Чакцел должно было бы в конце вообще быть, в конце строфы, то есть должно было быть джолма нирма паума, там еще что-то, да-да-да, и в конце чума ла чакцелло, или чакцел. И гимны практически все, ну, очень многие, то есть, в которых использовано выражение поклон чакцел, или чакцелло, может быть, еще, да. Но таких очень много текстов, и во всех этих случаях чакцел стоит в конце, присоединяясь к описанию того или иного божества или учителя. В данном случае мы имеем такой очень своеобразный, очень интересный вариант имения. Разнообразие поэтических размеров играло большую стилистическую роль в индийской литературе. Мы сейчас возвращаемся к теме размеров еще. Тибетцы, очевидно, разработали определенную систему соответствий, построенную на силабической основе. Силабическое силаб-слог, да, то есть количество слогов, равное количество слогов в стихах, это вот основа тибетской поэтики. При этом, правда, различия санскритских размеров полностью терялись. Но дело в том, что, ну, восьмисложник, он, допустим, хотя шлока может иметь разные немножко варианты ритмические и так далее, но все же он более-менее типовой, да. А есть более длинные размеры, одиннадцать или тринадцать или пятнадцать сложные, или там учебные сложные, может быть тоже. Они отличаются друг от друга достаточно сильно. Тибетцы вот эту вот разницу они не могли передать, потому что их, ну, просто даже языковая их стихия не соответствовала таким требованиям. Поэтому произошло некоторое упрощение, да, то есть любой одиннадцатый сложник передается девяти сложникам, восьми сложниками, семи сложниками и так далее. Как правило, более длинному, в большинстве случаев, точнее даже, более длинному санскритскому размеру стал соответствовать более короткий тибетский. Хотя вот бывают варианты, например, двадцати односложный размер, пожалуй, самый длинный из достаточно часто используемых в индийской поэзии и, соответственно, перешедший в тибетский. Вот он может переводиться как девятнадцатым сложником, так и двадцати одним сложником. Есть даже тексты, где они сочетаются и девятнадцати, и двадцати односложное, и двадцати трех сложным на протяжении одного и того же текста. Вот я хотел бы еще по поводу этого гимна сказать, что, хотя это не единственный случай, но довольно редкий случай, когда восьми сложный размер санскритский передан на тибетский язык также восьми сложным размером. Не семи сложным, как обычно, а восьми сложным. И, в принципе, этот текст и некоторые другие, их не так много, но это не единственный текст. Показывает, как могли бы выглядеть тибетские буддийские тексты, если бы тибетские лацавы сохранили четное количество слогов в стихах. Ну, в принципе, может, конечно, возникнуть вопрос, а почему, собственно, они так сделали? Почему они не могли оставить восьми сложным? Мы же видим, да, текст есть восьми сложным. Почему, собственно, надо было убирать один слог? Нет единого ответа на этот вопрос, но, мне кажется, плодотворной гипотезой, высказанной, в частности, нашим отечественным тибетологом Ивом Серафимовичем Сальвицким, о том, что тибетские лацавы стремились отграничить, таким образом, буддийскую поэзию от народной поэзии, которой как раз свойственно четное количество слогов в стихе. И здесь, опять же, для большего понимания, как это происходит, можно привлечь материал русский, российский. Известно, что в середине восемнадцатого века, когда русскоязычные теоретики поэзии, появившиеся в России в лице, в частности, Ломоносова, которые создали силабо-тонику, тот вариант поэзии, который развился, собственно, прежде всего, на базе русского языка, они отбросили не только силабическую систему, которая изначально развивалась, начиная с семнадцатого века, под воздействием польской поэзии, они отбросили и народную тонику. Вообще говоря, русскому языку больше всего свойственно тоника. Что такое тоника? Есть три основных варианта. Метрика, тоника, силабика и почитание силабо-тониками. Метрика – это когда различается количество долгих и кратких слогов. Это свойственно санскрита. Вот здесь, в санскритском, видите, черточками над гласными указаны долгие слоги. Долгими также являются дифтонами, как, например, кшаная-ай – это долгий слог считается. Нитхе-э – тоже рассматривается как дифтон, тоже долгий слог. О – тоже рассматривается как долгий слог. И вот сочетание кратких и долгих слогов и создает вот этот ритм, который важен для восприятия текста как стихов. Это тоника, это греческие стихи тоже такие. Силабика – это, понятно, я уже говорил, это когда одинаковое количество слогов в стихе. А тоника – то, что свойственно русскому народному, русскому языку, в принципе, русскому народному, творческому, политическому, это когда количество слогов не важно, а важно распределение ударений. То есть надо, чтобы количество ударений каким-то подобным образом распределялось в стихе. Вот. Но теоретики XVIII века, находившиеся под влиянием европейской, западноевропейской поэтики, они отбросили и силабику, и тонику. А создали вот такую силабу-тонику, когда важно и ударение, что в русском языке силовое ударение имеет место, да. И в то же время они сочетали их тексты поэтические, которые они стали создавать и доказывать, что это вот именно то, что нужно развивать, они сочетали это с силабикой, то есть с упорядоченностью, количество слогов. И в их восприятии, вот прежде всего Ломоносова, тоника воспринималась как материал, выступала, то есть как материал, заведомо непригодный до высокой поэзии, словами выдающегося нашего филолога Гаспарова. Возможно, то же самое имело место и в Тибете. То есть четное количество слогов, в стихе могло ассоциироваться с народной поэзией, поэтому они предпочли передавать санскритские шлоки, например, восьми сложными, семи сложными тибетскими. Возможно, эта гипотеза, мне кажется, достоверная, логичная, оправданная, но это не факт. Ну вот, господствующими размерами тибетских переводов, а затем и собственно тибетской поэзии, стали таким образом семи сложные стихи и девяти сложные стихи. Если взять гимны канонические, а их в виде отдельных текстов около двух с половиной сотен в каноне, из этих 250, немножко больше стихов текстов, 140 текстов переведены семи и девяти сложными, каждым примерно по 70, в приблизительно равном соотношении. Разница между линией и другими размерами колоссальна, то есть, скажем, одиннадцать сложными переведены целиком несколько десятков текстов, а другими еще меньше. Длинные размеры могут использоваться в гимнах, и не взяты в гимнах, но в других текстах, когда автор по какой-то причине прибегает к смене метра. Например, довольно часто ими пишутся посвящения заслуг с целью отделить их от основной части текста. Чуть дальше такой пример у нас будет. Правда, там будет как раз уменьшение размера. Здесь я говорю, это длинные размеры, а там я буду рассматривать один текст, где текст написан более длинным размером, а концовка более короткая. То есть, это определенно было сделано намеренно с тем, чтобы подчеркнуть функциональное отличие основного блока текста от завершающего блока текста. Ну и бывают такие уникальные, в общем, эксперименты. Это тоже канонический текст, перевод санскрита, но тибетцы это передали. То есть, видите, тут каждая страфа, каждая четверостишая написана определенным количеством слогов с постепенным увеличением. То есть, первая четверостишая – это односложные слова, дальше двухсложные, дальше трехсложные, четырехсложные и так далее. Там до, я сейчас не помню, до 25 или даже до 30 слогов. Ну вот я попытался, уже переходя, может быть, к практике моей собственной, переводческой, пытался отобразить, как это нужно передать средствами русского языка. Ну, пришлось, правда, в одном случае двусложное слово расчленить на два слова, потому что не подобрать ему два слова односложных. Ну, плюс, к тому же, здесь сложный слог такая, там использована, не значащий слог нам, наверное, просто указатель на множественное число. Поэтому здесь три слова – lo, yang, tel – значимых, а дальше нам – это множественное число, поэтому здесь, в любом случае, надо было как-то изворачиваться. Ну вот я такой вариант избрал. Это не канонический, да? Это канонический текст. Канонический текст, да. Он, соответственно, имел санскритский эквивалент. Его, правда, насколько я помню, санскритского, не буду врать, по-моему, нету санскрита, не обнаружен санскритский текст, поэтому я его здесь не привожу, только тибетский, и вот мой вариант передачи его средствами русского языка. Ну вот отсюда я хотел бы перейти к некоторым примерам моей собственной работы переводческой с тибетской литературой, с тибетскими религиозными текстами. Я так честно скажу, что, конечно, когда я начинал этим заниматься, у меня были какие-то даже амбиции, хотелось создавать переводы на русский язык стихотворные, чтобы они были как можно более привлекательные, скажем так, с точки зрения русского читателя, русскоязычного читателя. Сейчас я отношусь к этому иначе, то есть у меня эти амбиции, они ушли в прошлое, я подхожу к переводу литератур-тибетских текстов, хотя я продолжаю заниматься преимущественно именно поэтическими текстами, поэтому у меня сегодня такой упор именно на поэтические тексты, потому что все-таки я больше всего этим не интересуюсь. Но у меня подход к этому как к части моей научной, исследовательской работы, методологическая часть этой работы. То есть что делаю я, когда я исследую те или иные тексты? Прежде всего моя цель исследования этого текста, то есть понимание, сначала понять, что там написано, какое это имеет значение само по себе, сам по себе текст, потом какое имеет значение в контексте творчества автора этого текста или сборника, в который этот текст входит, какая информация им содержится, ну и так далее. То, что собственно исследователи, то, чем занимаются исследователи светские, когда они религиозные. Но, конечно, в том случае, когда текст привлекает какое-то особое внимание, я делаю перевод. Я делаю перевод, ну то, что мы называем научный перевод. В этом случае я стараюсь передать максимально все особенности оригинального текста, передать средствами русского языка, но не для того, чтобы передать художественность этого текста, а для того, чтобы передать смысл этого текста. Но поскольку у меня есть все-таки некоторые мои интересы и опыт некий есть, то я стараюсь также сопроводить научный перевод стихотворным переводом. Я его называю не художественным переводом, не стихотворным даже, а версифицированным. То есть я пытаюсь передать хотя бы до какой-то степени средствами русского языка для читателя, как примерно этот текст может звучать, если его воспринимать как все-таки поэзию, а не просто набор слов, передающий просто смысл. И вот я для себя избрал такую модель и она меня сейчас устраивает. Я хотел бы на паре примеров показать, как я работаю с тибетскими поэтическими текстами. В данном случае первый образец – это первая строфа известного достаточно индо-тибетского гимна. Автором является Сарваджиня Дева, индийский автор. И этот гимн переведен на тибетский язык в тибетском бюджетском каноне, то есть находятся три варианта перевода этого текста. Два из них принадлежат тибетским авторам, тибетским лоцавам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова